Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы сделаем на Таро языческих кошек более-менее развернутый расклад на отношения, поэтому будет три позиции. Чувства, мысли, намерения, действия загаданного человека. Действия в ближайшие месяц-полтора будем смотреть. То есть нам нужен более-менее подробный расклад. Вот, поэтому это будет три позиции. Я буду выкладывать карту чувства и его по отношению к вам. Вот, одну карту, да, вы выберите позицию, а дальше будем разворачивать. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации, поясновидению, на ритуалы. Пишите мне в вайбер, в ватсап, в контакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Вот такие три позиции. Карты мелкие. Вы сами знаете, да, что я их вам, ну, делала обзор на них, что это мелкие карты. Вот, поэтому выбирайте. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, а потом переходите на свой тайм-код. И я напоминаю, что видео всегда актуально в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, надеюсь, все выбрали уже, все, и мы начинаем. Белый камушек. Давайте смотреть. Чувства партнера к вам. Ну, выпадает у нас здесь, так, извиняюсь, Король Пентакли. Король Пентакли для чувств карта очень хорошая. Я вот эти позиции пока подвину сюда, в сторону, да. Король Пентакли. Чувства очень хорошие у партнера к вам, стабильные. Человек считает вас очень надежным человеком, партнером, партнершей. И это карта серьезных чувств. Нет такого, чтобы человек к вам легкомысленно относился. Это какая-то вот такая духовная, любовная привязанность. Серьезная любовь в душе и спокойная любовь. То есть мы видим, что у короля здесь глазки прикрыты. То есть человек, в принципе, не беспокоится вот как-то так о чем-то, да. Не парится лишний раз. Потому что как бы вот уверен он в этих отношениях-то. И есть такой момент, что человек в вас уверен и, возможно, в ваших чувствах. Ну, давайте посмотрим ваши чувства тогда. Может, они нам что-то разъяснят здесь. Потому что у вашего партнера, партнерши чувства очень хорошие, стабильные к вам. Есть именно уверенность такая, да. Что у вас там на чувствах. А мы видим двойку мечей. Вот здесь действительно желание навести мосты. Есть закрытость, как будто бы вам кажется в отношениях проблема. Закрытость и проблема выбора тоже присутствует. И вы как-то вот обижаетесь внутри. Но вы бы хотели погасить между вами какое-то разногласие. Двойка мечей. Карта наведения мостов, да. Часто человеку хочется по этой карте мириться именно. Налажить отношения, что-то улучшать. Но он как будто не очень-то знает, как он с закрытыми глазами. Причем вы оба глаза-то прикрыли на этих картах. А это значит, что чего-то в этих отношениях не видите, не замечаете. Может быть, кто-то строит козни, а каждый из вас этого не замечает. Или под носом у себя не видите, насколько легко решается проблема ваших отношений. Ну, давайте смотреть дальше. Мысли человека к вам и ваши мысли. Посмотрим. Какие сейчас мысли у человека о ваших отношениях? Ту с мечей. Нужно что-то прояснить. Раз у него глазки-то прикрыты, да. Ему нужна какая-то в этих отношениях правда или новый шанс. Ну, в принципе, и то, и другое. Я хочу расставить точки над «и», я хочу конкретики, я хочу трансформации этих отношений и разговора. То есть у человека есть желание поговорить, выйти на открытый диалог, выйти на открытое получение информации. Ту с мечей часто означает, что в глубине души человек может таить ревность, но по королю Пентакли не признаваться себе в этой ревности. То есть человек имеет чувство собственничества, но не хотелось бы этому человеку, чтобы кто-то об этом чувстве собственничества знал. Вот так. Он считает это слабостью, и проявлять в этом плане себя человек не хотел бы. Но внутри все равно как-то вот кошки могут скрести по этим картам. Давайте смотреть ваши мысли. Королева жезлов. Вы думаете, что если вы, допустим, женщина, гадаете на мужчину, что есть какая-то женщина, которая в ваши отношения вмешивается, ему уже определись и сделай свой выбор, да? Что есть какая-то, кто строит козни, соперница и так далее. Также эта карта означает, что я хочу быть независимой, самостоятельной. Я хочу в этих отношениях, может быть, немножко повелевать или указывать. Много огня у вас внутри прячется по поводу человека. То есть это может быть страсть и даже небольшие претензии. Вот. Также что хочу сказать. Вы хотите, чтобы вас любили. Если вы мужчина, гадаете на женщину, она очень хочет, чтобы вы ее любили. А вы думаете, как вот что? Она такая красавица, да? Она такая красавица. И у вас о ней такое мнение, что ты такая сексуальная, красивая. Но ты уж больно себя любишь. И я хочу тебе показать, что на самом деле могу тебя любить. То есть вот как-то поднять твою самооценку. Если вы мужчина именно, да, гадаете на женщину. Ну вот больше всего у нас женщин гадают. И вы думаете о том, что есть у вас какая-то соперница, врагиня, так скажем. Давайте смотреть намерения человека к вам. Королева Пентаклей. Этот человек ждет от вас действий. Однозначно. Как-то этот человек в вас уверен, что вы можете эти действия предпринять, что ли. Думает, что вы пока или засели в своей зоне комфорта, или, ну так, ведете себя несколько нейтрально, может быть, отдалились, что ли. Но ждет от вас именно действий. В вашу, вот его сторону от вас. Вот так. Сам этот человек как будто не хочет предпринимать активности в вашу сторону. Если вы мужчина гадаете на женщину, она ждет от вас мужских поступков. Ждет, что вы дадите ей стабильность. Если вы женщина гадаете на мужчину, он думает как? Что вы должны проявить себя, внести ясность в эти отношения, проявить инициативу. И сам он не намеревается слишком много активных действий предпринимать. Потому что, мол, или твоя очередь, например, да. Или ты виновата, значит, исправляй нашу ситуацию. Или есть такой момент, что привык, что действуете именно вы, что ваша инициатива есть. Или даже ждет от вас каких-то поздравлений и подарков. Тоже бывает такое. Но тогда есть, может, повод. Или ждет поздравлений с Новым годом. Вот как-то этот человек, знаете, понял, что вы испытываете к нему какие-то чувства, наверное. И избалован в этом плане. У вас намерения. Давайте посмотрим. Рыцарь кубков. Ну, вы, в принципе, готовы сами-то проявить инициативу. Неважно, мужчина вы или женщина. У вас есть эта готовность проявить инициативу к человеку. Вы бы хотели даже какой-то или любовный разговор затеять. Или сделать этому человеку реально что-то приятное. То есть у вас это есть в душе. Но также рыцарь кубков умеет очень хорошо закатывать истерики. Если вы по жизни истерик или истеричка, это намерение опять человеку вынести мозг и что-то доказывать с пеной у рта. То есть показать свои чувства, показать, как я обижен, обижен. Вот такое вот. Что сейчас вас связывает вообще? Ну или какие вас объединяют отношения на сегодняшний день? Ну, влюбленные говорят о том, что вас объединяет любовные отношения. Даже если вы не вместе, у вас есть сильная духовная связь друг с другом. Вы друг другу по сердцу. Вы любите друг друга. И по сути я бы сказала, что вы вместе. Но также это просто путь сердца. То есть люди соединены огромным энергоканалом и подпитывают друг друга своей любовью. Вот так. Что карты покажут по итогу на сегодняшний день? Король Жезлов показывает, что здесь нужна мужская инициатива. И мужчина в паре должен это понять. Вот так. Кто бы вы ни были, если вы мужчина, поймите это. Вам нужно проявить инициативу. Если вы женщина, лучше, чтобы мужчина проявлял инициативу в этих отношениях. То есть нужно этого дождаться. Может быть, те намерения, чтобы проявить к нему инициативу, лишние. Здесь пусть решает мужчина. Но также в эти отношения может вмешиваться какой-то мужчина. Но это в частном случае, если женщина гадает на одного мужчину в отношениях с другим. Каких действий ждать от партнера в ближайшие месяцы-полтора? Извиняюсь, перевернула. Выпал отшельник. Никаких не ждите. Вот должен проявить инициативу, да? Он это знает, этот человек. Но не ждите от него действий. Если вы мужчина гадаете на женщину, только вам к ней проявлять инициативу. Если вы женщина гадаете на мужчину в ближайшие месяцы-полтора, ему очень сложно действовать в вашу сторону. Какая причина для этого? Дурак. Ну, этот человек с затуманенной головой. То есть, что-то его дурманит. Что-то ему путают мозги. Может быть, чье-то магическое воздействие. Вами очень этот человек интересуется. Но вот мы же видели, да? Что ждет от вас инициативы. И тут также карты говорят, что может следить, может дурачиться. Но вот не проявить инициативу именно. Ту, которая нужна действительно. Что-то на него делали? Какое-то магическое воздействие? Давайте смотреть. Сила. Его кто-то пытается прижать лапой, поработить. Женщина. Скорее всего. Да, есть магическое воздействие. Если вы мужчина гадаете на женщину, то ее кто-то придавливает. Ну, как, или женского окружения, или как вот. Восьмерка кубков. Делают вам на расставание. Ждать ли действий в ближайшие три месяца? Да, ждать действий два-три месяца вам. Как будто чуть позже, чем вы думаете. Вот так человек будет как-то очень активно действовать в вашу сторону. Но нужно вот именно ожидание. Ну, вот такая у нас первая позиция. Я думаю, что мы здесь все рассмотрели. Как бы очень даже хорошо. Я эти карты соберу. Чтобы обратно их положить в колоду. И чтобы в колоде хватало карт. И мы идем ко второй позиции. Я надеюсь, фиолетовая была вторая, да? Чувства, мысли, намерения, действия. Смотрим. Развернутый расклад. Чувства партнера к вам. Выпал король кубков. Это означает, что у человека есть к вам чувства. Душевная привязанность, любовь. Это может быть также чувство собственничества. Даже патологическая ревность. Если особенно загадываете мужчину. Эта карта часто означает, что человек может к каждому столбу ревновать. Или очень психовать в отношениях. Показывать свои нервы. Но чаще всего это просто любовь от души. То есть, когда мужчина любит женщину. Но если мужчина гадает на женщину, то женщина испытывает к вам большие чувства. Но в ваши отношения может вмешиваться какой-то мужчина. Давайте смотреть ваши чувства к этому человеку. Отшельник. Вы растерянны. Чувствуете отчуждение, одиночество, горечь в этих отношениях. Отсутствие полное внимания для вас. Вы расстроены очень сильно. И продолжаете свой одинокий путь. Или отдалились от партнера партнерши. Но по причине ухода в себя, обиды. Может быть, вот так. Или этот человек вас бросил. Очень расстроены. Может, даже заблокированы. Вот так. Что у него на мыслях? Про ваши отношения. Двойка жезлов. Хочу сделать какой-то выбор. Определиться. Понять. В какую сторону мне пойти. Но сейчас этот человек бездействует. Действительно. Какой-то пассивный. И находится в состоянии долгого выбора. То есть, не может определиться по поводу этих отношений. Ни в какую. Какие мысли у вас? Жрица. Вы считаете, что на эти отношения или наведено магическое воздействие. Или у человека есть тайный партнер, партнерша. Кто влияет на эти отношения, что от вас ушли в другие отношения. Вот так скорее. Или кто-то сделал плохое этим отношениям. Очень сильно плохое. И повредил. Что есть скрытый фактор влияющий. Или магия. Вот так. Вы томитесь неизвестностью. То есть, как будто человек вам что-то не объясняет. Намерения человека к вам. Какие? Туз Кубков. Это карта хорошая. Проявление инициативы. И желание высказать все свои чувства, мысли. То есть, у человека в намерениях это есть. Проявить признание какое-то в любви. Или проявить любовь. Ну, как бы к вам в поступках. Написать, позвонить. В намерениях точно есть. Туз Кубков хорошая карта. Чувство через край, когда они потоком вылились, хлынули. Может, их долго человек сдерживал. Но хочет их все на вас вылить. Вот так вот. Но это также может быть поток слов. То есть, когда долгое время накипело и не мог сказать. Но тогда будет говорить прям очень долго. Намерения в вашу сторону. Ой, с вашей стороны к человеку. Намерения с вашей стороны к человеку. Смерть. Кардинальная перемена. От чего-то отказаться. От этих отношений, может быть, отказаться. Похоронить их уже. То есть, мол, отчаялись вы сильно. Смерть может означать, что вы просто хотите все перевернуть с ног на голову. Значит, вы долгое время томились ожиданием. И ожидать вы больше ничего не можете. Для вас это неприемлемо. Также это карта развода, расставания. И очень сильной трансформации, когда... Ну, человек обидел настолько, что вот хочу освобождение от него. Хочу переродиться. Никакой инициативы с вашей стороны уж точно к человеку не выпало. Вы скорее обижены. Что сейчас вас объединяет? Какие отношения? Десятка Пентаклей показывает очень хорошие связи, да? То есть, когда... Ну, по сути, люди на самом деле друг друга любят. И, возможно, они или были семьей, или семья, или считают, что... Человек настолько вот в доску свой прям. Что никак от этого уже не избавиться. Даже если мы расстанемся, даже если потеряем друг друга навсегда, ты останешься для меня навсегда своим человеком. Вот так. Сильная духовная связь. По десятке Пентаклей всегда. Она не сексуальная, она именно такая духовная. Платоническая, надежная связь. Энергоканал хороший, так-то между вами. Просто с вашей стороны очень много негативных карт. Как будто это не на человека порчу навели, допустим, чтобы вы расстались, а на вас. Именно что на вас что-то делано. Потому что и жрица, и смерть. Отшельник. Как бы вам делано на одиночество, порчу, вот чтобы вас извести, может что-то такое. По итогу, что стоит на сегодняшний день. Иерофант. Вам нужно очищение духовное. Особенно с вашей стороны, как я уже говорила. И также иерофант показывает, что нужно осветиться в церкви, или в храме, или в мечети, или в синагоге. Освящение нужно, как будто вас и партнёра нужно осветить. И также мог бы спасти вашу пару брак в церкви, или там религиозный брак. Иерофант карта также показывающая, что обратиться к кому-то вышестоящему для решения вопроса отношений, как к отцу, или главному в роду, может быть, вот так, кто рассудит вас. Кто что-то там поймёт, ну, прояснит какую-то ситуацию в отношениях. А вот, что ещё? Чья-то консультация, семейного психолога. Вот как нужен кто-то третий или высшие силы, вот, для того, чтобы что-то в этих отношениях поменялось. Кто-то мудрый, или какой-то толчок, или ангел-хранитель. Не знаю, как это объяснить. Или чистка. Действия партнёра в ближайший месяц-полтора по отношению к вам. Ну, Паш Кубков означает, что человек может вам что-то предлагать. Мол, давай помиримся, или признаваться в любви, или делать шаги в вашу сторону. Ну, довольно романтичные, трогательные, с извинениями, вот, с какими-то. Ответите ли вы этому человеку, раз у вас такие карты. Шестёрка Жезлов. Вы как будто дадите ему отпор, победите его. Даже если вы согласитесь дальше продолжать отношения, то шестёрка Жезлов показывает, что вы по человеку проедетесь несколько раз, вот, с каким-то агрессивным таким настроем. Выскажите, может, всё вот так. Королева Жезлов показывает чувство собственного достоинства, особенно, если вы женщина, вы будете показывать своё Я. Ну, Рыцарь Кубков говорит о том, что человек не отступит. Даже если вы его пошлёте, как бы, он будет добиваться вас. То есть, здесь всё-таки будет инициатива. Ну, такая позиция. А мы идём дальше. Я эти карты возвращаю в колоду. Третья позиция. Развёрнутый расклад на отношения. Чувство, мысли, намерение, действие. Смотрим. Чувство партнёра к вам. Пятёрка Жезлов. Этот человек агрессивно настроен. Он с вами как будто враждует, соперничает, злится, сердится на вас. Готов дать вам втык или ругаться с вами. Вот так. Или вы недавно поругались. Человек вот в этих чувствах прям варится, как в котле, и спорит с вами даже мысленно. Там, например, на ночь я бы сказала вот так, а вот это вот так. Если не ссорились, карта просто говорит о том, что вы его в чём-то бесите. Есть именно накал чувств. Таких, да, раздражительных. Раздражайте очень сильно. Что-то его выводит из себя. Готов драться там, не знаю, ругаться. Какая-то агрессия идёт. Может, кому-то, кто-то человеку что-то сказал про вас, что его вывело из себя. Чувства с вашей стороны. Тут Жезлов. Вы очень заинтересованы в этом человеке. Испытываете страсть, интерес. Но, опять же, есть накал страстей в душе, когда тут Жезлов может показывать запал такой, что только что, когда люди, опять же, поругались, что желание именно победить партнёра или партнёршу. Выиграть спор, допустим. Доказать что-то. Также здесь кот именно забрался на дерево от других. Попробуй с ними. Может быть, у вас произошла ссора, и вы на это дерево забрались, так скажем. И вот обтекаете, сидите. Ну, то есть, много таких агрессивных и ярких эмоций. Вот. Ну, с другой стороны, эти воби-карты, вот, что пятёрка Жезлов, что туз, с обеих сторон могут означать страсть к друг другу, да, Жезлы. Много огня, но в то же время люди не могут договориться. Мысли. Что у человека в мыслях по поводу ваших отношений? Туз Пентаклий. Желание шанса какого-то. Желание возврата этих отношений. Или проявить великодушие, допустим. Сделать широкий жест. Ну, помириться, если ссорились. Или сделать подарок какой-то. Оказать знак внимания. Предложить руку и сердце, даже несмотря на то, что у вас много конфликтов или много что бесит в отношениях. Человек всё равно испытывает к вам чувства. У вас что на мыслях? Королева кубков. То, что у вас замечательные отношения. Есть, мол, хорошая сексуальная совместимость и дружеская, есть о чём поговорить. Но при этом и истеричность. То есть кубки часто показывают истериков. Когда отношения буквально доводят до белого коленя. Когда слишком много эмоций. Когда постоянно выясняешь отношения. Что-то психуешь, доказываешь. Что у человека в намерениях к вам? Паш Жезлов показывает разговор. Вас поддеть как-то. Вывести на эмоции. Вот так. И может предложить какую-то встречу. Или пообщаться. Но именно как вот человек хочет вас почему-то всё время поддеть и задеть за живое. Чтобы увидеть ваши лишние эмоции. Это он может питаться вашими эмоциями. Или даже быть вампиром, а вы донором. Когда буквально кого-то выводишь из себя. Вроде ты бесишься, но подпитался. И такой довольный. Что у вас на намерениях? Звезда. Дать отношениям как можно больше шансов. Если вы на расстоянии находитесь друг от друга, то встретиться друг с другом. Звезда означает встречу, которая с человеком, находящимся на расстоянии. Полёт. Полёт может быть. Вот. Если на расстоянии не находитесь, то карта означает, может предложить совместную дорогу. Или общение по интернету. Также дать как можно больше шансов исполнить все свои мечты через эти отношения. Связано очень много надежд с этими отношениями у вас. То есть вы всё равно в человеке, как будто души не чаете. Вот. Испытываете большую привязанность. Что сейчас вас связывает? Какие отношения? Отшельник. Изоляция. Может вы молчите, не разговариваете после ссоры. Может идёт период отчуждения, даже несмотря на то, что люди общаются. Вот как что-то не так, да? Какая-то пассивность, мало проявления чувств. Вот. И ощущение одиночества с обеих сторон в этих отношениях, когда человек в паре, но чувствуется одиноким. Ну, либо просто люди друг друга заблокировали, например. Что по итогу на сегодняшний день карты покажут? Шестёрка Пентаклей. Взаимопомощь, выручка, поддержка. Это значит, что кто-то может помочь восстановить эти отношения или их улучшить. А также, если вы у партнёра-партнёрши будете просить помощи, этот человек откликнется, это может стать толчком к продолжению отношений или к их улучшению. Какие действия будет партнёр-партнёрша принимать в вашу сторону в ближайшие месяцы-полтора? Четвёрка кубков. Никаких. Попытается игнорировать, несмотря на то, что даже если вы проявите инициативу, будет обижаться, молчать. То есть, вот это намерение вас поддеть и поговорить, оно не так быстро реализуется. Есть очень большое желание, намерение, да, именно болтать с вами и как-то увидеть ваши эмоции. Но по четвёрке кубков человек себя будет сдерживать. Два-три месяца, давайте посмотрим. Иерофант. Человек будет показывать, насколько он правильный, насколько он был прав. В каких-то ваших конфликтах, спорах будет вас воспитывать, доказывать, насколько он прав. Но при этом человек может с вами общаться по этой карте, но именно как будто вот он такой герой, да, или она. Какие отношения вас будут связывать в ближайшее время? Много иллюзий, мечты, непонятки, да, семёрка кубков. Когда люди не могут определиться вообще в отношениях, как продолжатся отношения в ближайший год, например, давайте посмотрим. Луна. Будет много неясного. Как будто нет определённости. Башня. Может даже разрыв быть, но из-за магии получается. Человек будет проявлять гордыню. Очень много гордыни по императору. Поэтому бойтесь. Отношения явно под угрозой. Даже несмотря на то, что человек испытывает к вам чувства, а вы к нему, здесь много конфликтов, много распроизм, ссор каких-то. И вам нужно вот это понять, что это очень непростые отношения. Как их сберечь? Давайте посмотрим. Или улучшить. Двойка кубков. Проявление любви, чувств открытую. То есть, если вы любите, говорите о своих чувствах. Если вы психуете, опять же, говорите о своих чувствах. Вот как будто нужно говорить то, что есть в душе. Так тогда будет улучшение отношений, вы их сохраните. Ну, а такие у нас были три позиции. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok